Ишимский центр социального обслуживания населения в этом году трудоустроил 30 инвалидов, 5 на постоянной основе и 25 временно. Это позволило сделать региональная программа, в рамках которой зарплату таким работникам платит центр занятости. Он же возмещает организации все затраты на создание рабочего места. Всего до конца 2019 года в Ишиме планируют временно трудоустроить 46 человек. Подробности у Оксаны Павловой. Найти постоянную работу Наталье Безъязыковой не позволяет здоровья. Она инвалид с детства. А вот на временную занятость идет охотно. И не столько ради заработка, сколько для социальной реабилитации. Общения мне больше, что дома как-то не пообщаешься, так как тут. Коллектив очень хороший. Курьеры, сортировщики, подсобные работники – все они необходимы в студии дизайна. Потому ежегодно на протяжении пяти лет Светлана Медведева берет на работу инвалидов по программе временного трудоустройства. Есть такие, которые потом у нас мы приглашаем работать помимо программы. То есть какой-то заказ большой мы приглашаем. Более те, которые аккуратные, исполнительные, мы с ними дальше работаем. Центр социального обслуживания «Надежда» существует в Ишиме всего два года. В штате в основном волонтеры, ухаживают за престарелыми людьми, устраивают благотворительные акции. Работы всегда много, потому даже временным сотрудникам здесь рады. В том году 25 человек временных, и открыли пять рабочих мест через Центр занятости. Постоянных работников. Мы взяли пять человек, инвалидов, на работу постоянно. В этом году в «Надежде» временно трудоустроят 20 человек. В их числе и Светлана Кудряшова. Женщина не может работать постоянно, но на такую деятельность идёт охотно. Второй год помогает ухаживать за лежачими больными. Это не обременительно и для семейного бюджета плюс. Я как бы, как говорится, духом воспрял, да, получается. Так что силы есть пока. Заработать надо детишкам. Трое детей у меня, одна воспитываю. Хорошо, что есть такой заработок дополнительный. Пока в этом году в программе временного трудоустройства инвалидов приняли участие две организации. Возмещаем все затраты, связанные с выплатой заработной платы, отчислением во все государственные фонды. Всё это мы возмещаем работодателю. И работодатель ни копейки не тратит для создания временного рабочего места. Всего в текущем году планируется временно трудоустроить 46 человек с ограниченными возможностями здоровья. Оксана Павлова, Евгений Питьков, Тюменское время.